Алло. Владислав. Да, доброе утро вообще. Доброе. Ну что, как настроение стать сегодня самым счастливым обладателем? Отличное настроение. Всем привет. Меня зовут Максимилиан. Максимилиан Рангевич. Друзья, рад всех видеть. Друзья, сейчас иду в офис, забираю документы и срочно иду в ужин забирать долгожданную карту ставого побыта, полученную после отказа. Главный герой у нас Владислав. И мы расскажем историю, как мы боролись за Владислава и что случилось. История на самом деле, ну это не история, это жизнь очень интересная. поучительная. Ну а мы отправляемся забирать документы и сразу же в Урт. Забрал документы и выхожу уже в Урт. Привет. 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 Слушай, ну вы поздравляю. Да, спасибо. Супер. Да. Наконец-то пришла гражданин Польши. Гражданка. Слушай, ну что, когда? Послезавтра? Послезавтра? Да. Завтра я точно не могу, но послезавтра, например, можно. Да, можно послезавтра я тоже могу. Я... Ну да. Ну супер. Все, едем забирать довод. Да. Все, давай, на связи. Да, давай. Пока. Пока. Я шел к Владиславу, позвонила наша заявительница Ева и получила волшебную смс-ку, то, что она теперь, гражданка Польши, забирает свой довод. Едем забирать довод и подаваться сразу на заграничный паспорт. Прям вообще супер. Отлично. Маршалковская улица. Подходим уже к ней. Я уже, по-моему, вижу Бладислава. Он приехал пораньше, чтобы правильно сделал. Привет, привет. День добрый. Привет, привет. Счастливый обладатель уже на месте. Ну как? Отличное настроение, алиса. Настроение хорошее. Но сейчас будем заходить в ужин и идем забирать, соответственно, наши документы. Готов? Готов. Пошли. Сегодня может быть большая очередь, потому что Владислав забирает свою карту. не вовремя, забирают ее с поза-листы. Но будем надеяться, что народу будет мало. Но не факт, не факт. Так что, возможно, придется постоять в очереди. Так что, давайте. Сидим с Владиславом, ждем инспектора, потому что его смс-ка пришла уже давно. Ему было не выехать, потому что не было визы. И ждали также его идут сезона. Сейчас инспектор пошла искать его карту. Как предпочтение? Немного волнуйся. Да, скоро надо будет ставить много печатей и подписей. Ну что, ждем нашу карту. Вышли мы с Владиславом. Запечатлительный момент. Все прошло успешно. Получили карту. Ну что, давай запишем stories? Да. Выходим делать памятное фото. А дальше... А дальше вы это все уже увидите. Скоро. Все. Догнуть свежего воздуха. А то, когда забираешь документы с поза-листы, всегда много людей. Но сегодня нам повезло. Перед нами было только три человека, по-моему. И то четыре. И то прошли очень быстро. Все было оперативно, отлично. Идем делать памятное фото. Потом записываем видео, прогуливаемся. И куда-нибудь зайдем попить кофе. Может быть, что-то перекусить и так далее. Вот прямо сейчас в прямом эфире практически делаем... Памятное фото? Памятное фото. Да, памятное фото. А, иди там... А, иди там... Вот. Вот. ох все идем с владиславом фотографировались и сейчас идем беседовать мы будем его сейчас пытать чтобы он рассказал о своим сложным непростом пути на самом деле путь сложный путь долгий и так далее ну расскажи прежде всего с чего все началось вообще как ты пришел к идее получения карты стола чуть не подскользнулись началось все что из того что узнали о том что есть такая опция по корням сделать карту эту как-то об этом узнал из интернет то есть что тебя на это натолкнуло это на то это на это натолкнуло то что мы с супругой ну хотели переехать и смотрели разные варианты и когда узнали что есть по корням можно восстановить гражданство как раз обнаружили нашли максимилиан ясно начали дальше изучать смотреть читать отзывы каналы различные видео и решили обратиться к нему да и ты уже собственно написал в телеграме написал в телеграме пиши в телеграм друзья вот ссылочка появляется вот здесь написали в телеграме все обсудили максимально все очень хорошо рассказал все какие-то риски какие-то возможные сложности и решили пойти на этот шаг и дальше уже начали общаться и договариваться встречах и дальнейших дальнейших действиях да владислав прислал документы расскажи пожалуйста по каким документам мы собственно говоря шли какие у тебя документы подтверждают что твоя польская политика у меня дед поляк у него точили по линии материи остался военный билет где было написано его гражданство поляк но не только военный билет да не только военный билет также еще среди что рождение матери было указано что у нее ее отец поляк твой дедушка мой дедушка хочу еще раз подчеркнуть что владислав получил свою карту стала попытка после отказа отказ был двойной что было вдвойне сложно был отказ и как по документам потому что когда составлялась цепочка родства там были различные современные документы которые ужин да не любят и часто после этого ставят отказы но мы умеем с этим работать бороться доказывать правоту но это не самое страшное самый страшный был второй отказ уже по собеседованию когда частично собеседование у владислава к сожалению было да не очень хорошая то есть он завалил его можно сказать вот так вот но и это нашему адвокату было под силу чтобы оправдать по двум статьям так сказать нашего рецидивиста не по одной статье пошел а по двум но ничего все хорошо значит что дальше владислав прислал документы заключили договор приехал на подачу начал готовиться расскажи готовиться было сложно как-то готовился несмотря на то что ты под завалил собеседование готовился максимально усердно просто такие сильных таких собеседованиях я очень сильно волнуюсь ну да особенность психики готовы такое психологическое давление но в плане подготовки материал был прислали мне очень много материала очень все качественно подобрано и видео и аудио файлы и текстовые файлы и вообще все что можно было сделать и ну очень очень качественно и хорошо подобраны да действительно владислав когда шел с нашим сотрудником на собеседование ну подрастерялся где-то поймали и вот он на каких-то вопросах но ничего главное что сейчас все по саде карта уже у нас в кармане слушай а вот именно когда ты получил сам отказ да ну как бы ожидал ли ты его и вообще когда ты его получил расскажи о своих эмоциях что-то пережил в этот момент после собеседования но я понял так сказать свои ошибки которые совершенными ну конечно наверное ожидание отказа но было уже было какое-то понимание что возможен отказ но надеялся там до последнего что может быть все таки его не будет но в результате все равно он случился и плюс извините перебью плюс я тебе тоже все-таки после собеседования сразу тебе написал или позвонил да 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 и сказал что скорее всего владислав увы жди что да и плохой сценарий вот конечно эмоционально это очень все было тяжело видно грустно после драки уже кулаками не машут мы с максими леном обсудили скажем так возможные дальнейшие шаги действия что можно что можно сделать и решили это делать да вот решили делать решили подавать ну расскажи как ты ждал как ты это пережил чтобы ты поддержал других людей которые тоже переживают отказы потому что наша компания специализируется также на апелляциях отказах судах пожалуйста друзья пишите мы все это делаем занимаемся то есть отказами со всей польши на все виды карт расскажи как ты ждал ждал просто новостей от максимилиана периодически его дергал хотя он не просил этого не делать но все равно все равно ну там выжидал какое-то время но но все равно дергал его периодически большое ему за спасибо за терпение его все ну как бы после таких нехороших новостей все-таки и есть лучших надежды на том что отдых может все получится положительно и хотелось бы как бы не терять его со стороны всем лена была всяческой поддержка и моральная и психологическая в общем он не посылал в далеком направлении говорил что типа подожди все идет нормально как бы жди этот вопрос недолгий не быстрый не быстрый вопрос но тем не менее он решился положительно и она того стоит ну и на все протяжении всего времени максимум поддерживал давал обратную связь за что ему огромное спасибо и тебе тоже благодарны за доверие владислав а сколько мы по времени ждали по времени ждали по моему где-то до года по моему поменьше по моему поменьше месяцев 8 7 8 месяцев операция а потом уже после операции соответственно у тебя уже закончилась виза до ждали когда заберем децизию и после децизии уже ждали когда ты подошелся на визу именно вот эта виза которая показа в нашем телеграм-канале подписывайтесь на него собственно говоря это виза показано и мы и по ней он приехал это виза категории c шенген туристический польская польская до получены в польском посольстве слушаю расскажи поддержи пожалуйста людей тех которые находятся в подобной ситуации которые тоже переживают отказ какой-то поддержку что ты можешь не сказал что могу сказать но можно довериться на с миллион снаток своего дела четко все отрабатывает он и его команда ждите и не волнуйтесь все будет хорошо друзья и еще важный нюанс сейчас по отказам да что все таки я и так об этом говорил еще раз повторюсь когда вы подаете документы на карту столового побыта важно проживать в польше то есть я понимаю что это очень сложно но нужно все-таки показывать ваше намерение что вы здесь хотите тут что вы тут хотите остаться то есть у нас много подкастов в которых мы рассказываем как люди приезжают даже по однократным призам получают красную печать в баспорт здесь остается понятно что это финансовая нагрузка идет и так далее но что делать если вы хотите увеличить свои шансы и так далее это того стоит все все это доказывает показывать все люди которые уже сюда переезжают как репатрианты и уже семьи подтягиваются дети и так далее расскажем про будущий план владислав расскажи про будущий план какие вот карта сегодня у тебя прямо слою покажем еще раз будущее что мы получили вот как на столового побыта получено после отказа какие планы будущие планы гражданство делать себе в первую очередь потом семье детям двум двум две дочки две дочки да мы как раз сейчас идем и обговариваем планы уже по подаче гражданства наши заявители обычно когда получают соответственно карту сразу же уже начинают с нами работать в направлении гражданства что и мы тоже планируем делать в ближайшем будущее и будем запускать этот процесс ну что ты рад очень очень тогда такой сложный этап он пройден и закончился успехом ну и отлично а мы друзья тогда идем сейчас дальше и в шестеган или шагов шестеган или шагов честь